Спорт и правильное питание в комплексе становятся трендом современного общества. Все больше людей познают ЗОЖ. Что скрывается за тремя заглавными буквами, я решила испытать на себе. Каждый ли может себе это позволить и так ли это просто, как кажется. Начинать нужно с малого, например, с подбора экипировки. Эпидобстановка не располагает к прогулкам по торговым центрам, поэтому я решила воспользоваться интернет-сервисом. Минимальная цена на спортивный костюм – 1000 рублей. В среднем же недорогой спортивный комплект, состоящий из одежды и кроссовок, обойдется в 4000 рублей. Теперь можно смело отправляться на спортивные подвиги в зал. Люди, ведущие здоровый образ жизни, приходят в зал не реже трех раз в неделю, говорит фитнес-тренер с 11-летним стажем Алексей Стрюков. За одну стандартную часовую тренировку можно проработать несколько групп мышц, если грамотно составить программу. Современный мир диктует свои правила, все хотят быть красивыми. И от того, конечно же, и большое количество людей, которые занимаются. Это, наверное, тот вклад ко всему себя, который помогает быть не только красивыми, но и здоровыми. Кому-то нравится заниматься в зале, а кто-то просто любит какие-то здоровые образы жизни. Велопрогулки, плавание. То есть люди, которые живут каждым днем, которые получают удовольствие от жизни, они, в любом случае, будут здоровее людей, которые сидят дома. Абонемент в спортзал на год, если повезет, и мы воспользуемся акцией, обойдется в 10 тысяч рублей. Этими тратами можно и ограничиться. Но если вы новичок, то можете допускать ошибки во время выполнения упражнений и навредить себе. На первое время лучше взять тренера. Занятия с ним в среднем обойдутся в 6 тысяч рублей в месяц. Свои плюсы есть и в пробежках на свежем воздухе, причем как для души, так и для кошелька. Но здесь есть и свои нюансы. Например, бегать по асфальту вредно для коленных суставов. Долгие годы найти подходящую дорожку в мегаполисе было настоящей проблемой. Но в последнее время создаются все условия для того, чтобы спорт стал доступнее. Но физические нагрузки не единственная составляющая здорового образа жизни. Нужно еще и правильно питаться. Речь не об изнуряющих диетах, которые могут навредить. Нужно подобрать такое питание, которое будет полезным именно для вашего организма. А значит, следует пройти профилактическое обследование и сдать анализы, на основе которых диетолог составит индивидуальную программу питания. Медицинское обследование стоит около 5 тысяч рублей, а рекомендация диетолога на его основе – еще 2,5. Чтобы питаться правильно, не обязательно составлять меню на месяц вперед. Достаточно просто сделать свой рацион разнообразнее, добавить в него продукты как животного, так и растительного происхождения, употреблять овощи и фрукты, обязательно хлеб, молочную продукцию и рыбу. При этом следить, чтобы сахара и соли в пище было как можно меньше. Сейчас такой идет разговор о том, что дорого, но я думаю, что это миф, потому что есть принцип рационального питания, они несложные, и не обязательно, например, покупать, если взять, например, семгу, можно что-то попроще, чтобы получить те же омега-3 жирные кислоты. Мы решили провести эксперимент и сравнить две продуктовые корзины. В одной будет обычный набор среднестатистического покупателя, а вот в другой – набор правильного питания. В полезную корзину мы положили крупы, томаты, огурцы, кабачок, грейпфрут, лимон, куриную грудку, зерновой хлеб. А стандартная наполнилась колбасой, сыром, майонезом, макаронами, рисом, белым хлебом, сахаром, солью, маслом. В обеих корзинах оказалось по 11 наименований продуктов. Выяснилось, что здоровое питание вполне доступно. Каждая из корзин обошлась нам примерно в 1000 рублей. Итак, если вы решили вступить на путь здорового образа жизни, начать ходить в зал и питаться правильно, первый месяц придется раскошелиться. Годовой абонемент в фитнес-клуб, покупка спортивной одежды, плюс разовое медицинское обследование и консультация диетолога обойдутся минимум в 27,5 тысяч рублей. Дальше придется тратиться лишь на консультации тренера, от которых, как только вы освоите упражнения, можно и отказаться. А правильно питаться можно за те же деньги, которые вы обычно тратите на еду. Изменится только наполняемость корзины.